Всем привет, друзья! Вы на канале Мир и Мир. И сегодня, как вы знаете, пару недель назад я просил вас задать мне вопросы, чтобы я мог на следующей серии данной рубрики на них ответить. Короче говоря, если вдруг я пропустил ваш вопрос, но между первой рубрикой вопрос-на-ответ и второй вы его задавали, то обязательно задайте мне его еще раз, и он попадет в третью серию. Ну, вдруг я что-то там упустил. Вообще я все храню у себя на компьютере. Ну, в общем, давайте начнем. Первый вопрос. Сколько тебе лет? Мне 15 исполнилось 16 марта этого года, и я учусь в девятом классе. Ну, если вдруг, чтобы этот вопрос мне не задавали. Дальше. Мой вопрос. Хватает ли у тебя времени читать Библию? Да, вы, наверное, знаете, если вы горячий фан от моего канала, что я верующий человек, и Библию, конечно же, я сразу с раннего утра ее и читаю. Это неправильно из тебя, если ты верующий человек, у тебя не хватает времени читать Библию. Я обязательно провожу тихие времена по утрам. Дальше. Тут целых три вопроса. Слышал, у тебя скоро продолжение рубрики «Ответ на вопрос». Вот мои. Ты использовал автотюн. Если нет, то почему? Я никогда не использовал автотюн в своих песнях. Даже после того, как мне об этом написал сам Дамбо Мюзик. Почему? Это долгая история. Ну, во-первых, автотюн просто не особо хочет устанавливаться на мой компьютер. Я установил его на другой компьютер, немного протестил, и там я понял, что он просто искажает мой голос. Мне, например, нравится свой чистый голос, а автотюн делает с ним непонятно что, короче. Не знаю, может, вам так бы больше нравилось, но мне свой голос автотюн не нравится. Мне кажется, он слишком какой-то искаженный, не знаю, не тот, в общем, голос. И поэтому я считаю, что лучше натренировать свой вокал, и уже после того, как поставишь себе вокал, начать петь песни без автотюна. Потому что, если ты красиво поешь, зачем тебе автотюн, верно? Ну, и также я бы хотел сказать, что чем красивее ты поешь, тем хуже автотюн... Чем хуже он редактирует твой голос. Ну, короче говоря, ладно, скажу просто коротко. Мне не нравится, что он изменяет мой идеальный голос. Ладно, ладно. Почему снимаешь террары на телефоне, если она есть на компе? Я снимаю террары на телефоне, потому что там удобнее управление, это раз. А во-вторых, я уже привык к терраре на телефоне. А на компьютере она не особо-таки удобная. Ну, честно говоря, я там реально могу просто ошибиться, или не то нажать, кинуть динамит в свой дом вместо того, чтобы выстрелить в зону. Ну, допустим, скажем так, на телефоне террары намного удобнее. Либо же я к ней привык. Почему тебе скин девушки в терраре? Это объясняется очень просто. Дело в том, что все пацаны в терраре либо лысые, либо лохматые, либо зализаны. А вот девчонки в терраре очень красивые, и поэтому я ношу именно такой скин девушки. А еще он напоминает мне о моей музе. Правда. Надеюсь, я успею. Какая у тебя марка телефона и модель? У меня Huawei. Я вообще люблю эту марку и всем ее советую. Потому что эти телефоны дешевые и не уступают по качеству Samsung и iPhone. Ну и также насчет модели, если ты знаешь ее, STX-L1 с выдвижной камеры. Ах, старенький телефон, надо поменять. Вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Пока что я еще не зарабатываю от своего YouTube-канала. Но, учитывая, что моя статистика, это примерно около 30 тысяч просмотров в месяц, именно минут просмотров, это... Ну, короче говоря, в ближайший год у меня модельсация уже будет обеспечена, и я буду зарабатывать. Ну, я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Но пока что я еще ничего не зарабатываю. И тут 10 вопросов от аниме-манга. Спасибочки. Мои вопросы. Первое. Влюблен ли ты? Да, есть такое. Второй вопрос. Любишь Японию? Толерантен. Любишь Китай? То же самое. Считаешь ли ты, что большинство аниме-манга? 18+. Я смотрел пару аниме, и мне кажется, что реально там присутствуют сцены 18+, и поэтому я их не смотрю. Бесит Fortnite? Да, бесит. Мне Fortnite не нравится. Мне кажется, что много поворовали от Майнкрафта, да и, в принципе, шутеры я не особо люблю. Единственный шутер, который мне по душе, это Террари. Ты плакал из-за Майнкрафта анимации? Ну, помню, я плакал не из-за анимации, а я плакал, когда PewDiePie плакал из-за смерти Йоргена. Это был трогательный момент. Ну, не трогательный, даже трагический момент просто. Хотелось плакать реально вместе с ним. К тому же PewDiePie такой искренний и... Ну, реально неподдельные у него эмоции. Есть подружка? Да, есть. Любимый персонаж из Майнкрафта анимации? Ну, не знаю. Наверное, это... Наверное, это Херобрин. Ненавидишь Roblox? Я не имею ничего против Roblox, но мне он не нравится. Я в него пробовал играть. Мне кажется, там они слишком уродливые персонажи, не особо интересные мини-игры, да, и... Ну, эта игра мне не по душе. И пролиты в Майнкрафт. Ну, судя по тому, что я снимаю рубрику крутых команд, о которых и сам скрепка может задуматься. Да, я профессионал Майнкрафт, я считаю себя даже экспертом. Задаю, в какой стране ты живешь? Это, кстати, последний вопрос на сегодня. Я живу в Кыргызстане, в городе Бишкек. Так что, если вы хотите отправить по мне ядерную ракету, теперь вы знаете мои координаты. Ладно, надеюсь, эту шутку вы поняли. Ну и на этом все, ребят, спасибо за внимание. Думаю, данная серия вам понравилась. Задавайте вопросы прямо здесь, в описании, если хотите, чтобы в следующей серии я на них ответил. Ну и на этом все. Всем пока.